Здравствуйте, мои дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись. С вами Марина на канале Русская Душа. Вот, сегодня у нас вторая половина ноября. Оттепель после снегопада. И я вышла заниматься укрытием роз. Розы я всегда укрываю поздно, всегда смотрю на прогноз погоды. И если погода не установилась стойкая, ниже минус 5, и именно стойкая, а не просто такие кратковременные перепады температуры, то я розы просто пригибаю, но не укрываю. Просто не хочется, чтобы розы выпрели. Так, поехали! Вот у меня, вы видели, я могу оставить ссылку под видео, как у меня цвела вот эта роза. Это роза Нью Даун. Она занимала половину арки и свешивалась даже на эту сторону. И просто цвела просто феерически. Вот сейчас она снята. У нее вырезано 3 очень мощных ствола старых. Можно было вырезать и еще, но я решила оставить на следующий год. И в следующем году еще пару стволов вырежу. Вот они, видите, коричневые, темные. Те были совсем уже старые. И роза была, если честно, была загущена. Но так как в нашей жизни случилась некоторая жизненная коллизия, и мне не было ни настроения, ни желания, ни времени за ней ухаживать и обрабатывать ее, она у меня болела. Вторую половину и второй волны цветения у нее не было. Но ничего страшного. Сейчас она в порядке. Это вообще очень живучая и хорошо зимующая роза. И вот сейчас, конечно, в морозные дни я не рекомендую заниматься этими делами. Но если вы не успели укрыть свою розу, дождитесь оттепель. Или, простите, ветки становятся гибкими, эластичными из ствола. И важно, чтобы... Ну, у нас вчера был плюс 2, а сегодня немножко плюс. Ночью был ноль. Снег, как видите, тает вон лужи. И поэтому сейчас очень легко ее уложить. Ну, на самом деле, легко это такое гипотетическое. Это непросто. Я вам покажу на маленькой розе, как мы это делаем. А потом, когда мы уже уложим, сегодня мы ее уложим и пришпилим, я вам покажу в следующем видео, как она у нас будет лежать. А с этой стороны у нас посажена маленькая роза, тоже плетистая. Она в этом году не очень росла. Ну, цвела и жива, приживалась, видимо. Может, корни отращивала. Это роза парад. Она должна быть такая же огромная, как вот ее предок, вот роза Ньюдаун. Вот. И я просто что сделала? Я обрезала все листья, так как розы болели. Я листья предпочитаю обрезать. И пригнула ее. Она гнется хорошо, тем более она маленькая. И вот на такие шпильки, вот такие шпильки мы втыкаем, либо забиваем в землю, в зависимости от того, как уж шпилька идет. Ну, как у меня здесь почва довольно рыхлая. Шпилька в землю вогнулась, ну, вогналась хорошо. Вот такие шпильки. Делаются из арматуры. Длина одной ножки приблизительно сантиметров 30. Меньше 30 даже смысл не стоит делать, потому что гибкие розовые побеги плети, они могут выдернуть просто из рыхлой почвы шпильку. Поэтому шпилька должна быть довольно длинная. Вот она. Ну, и можно сделать в виде крючка, можно сделать вот так с двумя ножками. Вот это у меня, ну, больше даже на крючок похоже. Вот ту, которая я, та, которая я пришпила эту розу. Немного погодя, мы просто на нее бросим кусок укрывного материала, маленький, и прижмем досками по бокам. И все, и она будет так зимовать. У меня все розы так зимуют. Я с ними не цацкаю, с никаких городушек не горожу. Вот теперь смотрите. Сейчас здесь эту розу, учитывая то, что много уже стволов вырезано. Ну, вырезано два, нет, три толстых ствола, да? Но у нее же были ответвления ветки. Вот. И, конечно, много ушло плетей. Они там возле мангала лежат на растопку. Вот видите, разделили кост пополам. Он у нас, в принципе, уже давно так разделен. И он так немножечко в наклон растет. И очень удобно раскладывать в разные стороны. Вот сейчас это очень гибко. Вы посмотрите, это все хорошо гнется. Вот я вам покажу. Видите? Слишком низко мы розу не загибаем. Она вообще зимует прекрасно. То есть мы сейчас ее... Муж придет, мне поможет. Может быть, вилами. Ну, чтобы не ломать и ветви, да? Вот так. Ну, вот вилы вот так же тоже сделаем, да? Прижмем. Вот этими шпильками ее пришпилим. Вот эту сторону будет немножко сложней. Но я думаю, что мы справимся. Я, может быть, вот эту вот веточку еще тоже на эту сторону переведу. И вот эту. Сейчас сделаю. Ну, чтобы просто равномерно было. Мы ее соберем в пучок. Ну, или как уж получится, да? И к земле пришпилим. В том числе мы ее пришпилим даже к газону. Потому что я не хочу обрезать вот эти длинные плети. Я уже очень много срезала. Видите, у меня куча какая. И это еще не все. Это только сегодня. Вот. Основную чистку от мелких побегов я делаю весной. Когда уже вот эти все плети поднимаю и привязываю на арку. Нам с арки надо снять. Отрезанные побеги. Тоже валяются сухие. Вот. То есть мы ее сейчас соберем в пучки. И вот сюда вот загнем. То есть мы ее положим. Если она вот сюда до дорожки, вот до дорожки не вместится, она, скорее всего, что не вместится. Да и знаете, страшновато шпильки забивать, потому что здесь у меня же луковичные тюльпаны нарцисса. Поэтому мы ее, наверное, вот сюда, ближе к газону, положим. Пришпилим вот такими шпильками. И она будет ждать укрытия. Мы также ее укрываем в два слоя укрытым толстым материалом. По бокам прижимаем досками. Ну или дровами. И вот так она зимует. Так, пошли дальше. Вот у меня роза Вестерленд. Она зимует не очень хорошо. И она возле корня, вот там, очень ломкая. И там постоянно она то подпреет, то еще что-то. Вот сейчас я с нее тоже срезаю листья. Хотя они не очень сильно болели. Вот сейчас срежу все-все-все. Прямо сейчас удалила два очень толстых старых побега плети. Они уже были, знаете, такие. У них плохая кора. Я очень сомневаюсь, что у меня вот этот-то побег перезимует. Видите, там кора плохая. Ну, я его оставлю на всякий случай. Вдруг перезимует. Ну, иначе вырежешь, и еще тут останется. Она нынче так хорошо наросла у меня. Видите, она выше забора. Вот. Верхушки не вызревшие. Я уже давно все срезала. Сейчас срежу все эти листья. Здесь я сняла с опоры клематис. Это клематис второй группы обрезки. Варшавская нация. Его можно не резать. Его можно перезимовать. Я убрала с опоры палку. И вот так прямо в сетке я ее положила. И сейчас прямо на нее, на него, на этот клематис, я уложу вот так вот. Вот, смотрите. Плеть вот этой розы. Она у меня там, видите, как растет? Почти лежа. Выходит из земли. Это очень удобно для пригибания. Вот так вот положим. Смотрите, вот. И так же на шпильки прижмем к земле. И вот эти плети все тоже. Если тут какие-то будут не очень послушные плети, их нельзя укладывать вот так. Ну, это просто так растет. Видите, параллельно земле? А те, которые растут более вертикально, мы сделаем немножко по-другому. Мы их загнем, но загибать будем не там, не возле самой земли. Иначе у них есть риск отломиться. А вот так немножко горбом, арочкой. Ну, я когда все сделаю, покажу. Это мы делали, знаете, как? Мы клали сюда такое круглое бревнышко, и вокруг него загибали вот эту розу. Тогда она зимовала. Сейчас будем думать. Муж сейчас выйдет. Будем загибать. Ну, после того, как я обрежу листу. Будем ее загибать, пришпиливать. А потом, когда уже я все пришпилю, я вам еще одно видео сниму и покажу, как она будет загнута. И вот еще одна роза. Вот это роза. Розариум Ютерсон. Старые некоторые веточки я у нее тоже повырезала. Она тоже в этом году очень хорошо подросла. Она, знаете, такая, ну, очень сильно ложится. Я ее подвязывала, поэтому-то у нее... Ну, какие-то ветки не вызрели. В общем, весна все покажет. Сейчас мы ее тоже укладываем. И загибать я буду туда, в сторону вот той розы Вестерланд. Друг дружки. Если здесь, чтобы не погнулась, ну, не поломалась, можно будет также подложить круглое бревнышко, чтобы обогнуть эту ветку вокруг этого бревнышка, да, ну, чурочка, и не поломать вот там у выхода этой ветки из земли, либо где вот она отрастает от, ну, пенька от какого-то, да. Вот это вот сейчас будет все делаться. Вот еще вот листик не срезала. В общем, вот сейчас такие задачи у нас. Еще нужно будет снять с опор вот эту розу. Зимой-то она хорошо. Я ей не буду обрезать листво. Какой-то, ну, просто замучиться можно, это весной опадет, а что-то весной я еще у нее подрежу. Это вот почвопокровная роза, из которой я делаю куст. Это 4 сезона. Видите, на ней еще подмороженные цветочки остались. В общем, ну, букетики я, конечно, срежу, чтобы они там не прели. Ее, знаете, когда вот с палочек, видите, вот она у меня на палочках привязана, снимаешь, а она сама ложится. Ее только слегка прижать. Ну, шпильки мы тоже используем, если остались. Да? Слегка прижать и тоже укрытым материалом набросить. Ну, я ее нагибать буду в ту сторону, в сторону вот этого дерева. Туда вот, между вот этими двумя кустами. В ту сторону мы ее положим. Ну, как уж ляжет. И тоже накроем укрытым. Потом пойдем вот туда. Там у меня две розы и две кустовых. И потом к террасе. Ну, там молодые, у них очень мягкие, гибкие побеги. Это будет загнуть очень легко и недолго. И, наверное, даже листву снимать не буду. Возле террасы у меня розы не болели. В общем, вот такие у нас сегодня задачи. Завтра вроде, как обещали, опять похолодание. Поэтому все нужно сделать сегодня. Ну, темно, потому что пасмурно. Совсем у нас пасмурно. Я могла снять немножко раньше. Но у нас здесь вот сосед делает въезд. Всю дорогу угвазали грязью. Это кошмар какой-то. Ну, теперь до весны. Может быть, не будет так скользко. Вот, что я еще делаю здесь. Ну, немножко убираемся. Срезаю соцветия на гортензиях. Видите, вот уже много порезала. И дальше буду срезать. Особенно у меня рискованные, рисковые вот это гортензии. Знаете, с ней что бывает? Вот если много снега, то вот с этой крыши прямо валом однажды сюда съехал снег. И поломал мне ее очень сильно. Она, правда, очень быстро отросла. Но мне было ее жаль. И поэтому все-таки, когда вот этих соцветий старых нету, то меньше снег ломает кусты гортензий. Ну, я не знаю. Я никакой красоты вот в этих вот коричневых шапках не вижу. Просто у меня до них еще руки не дошли все порезать. Сейчас возьмусь. Ну, возьмусь за них позже. Еще обещают целую неделю плюсовой температуры. Поэтому сейчас у меня самое главное разобраться с розами. Вот. Посмотрите, как здорово смотрится Барбарис. Это у него ягодки. Вот такие красные. Так красиво сейчас сделаю фотографии. Вот моя белобочка. Зимовать собралась. До весны моя красавица. Весной она снова будет вся в беленьких лапочках. Красавица. И еще мы с дачи хотим еще перевезти одну елку сюда. Она будет вот там за забором. Я уберу сирень и посажу туда елку. И елка... Ой, забыла, как она называется. В общем, она цветет красными цветами. Ну, не цветами, конечно, да, а такими шишечками. Очень красиво. В общем, все увидите. Если хотите все увидеть, вот подпишитесь. И я не так навязчиво, не так часто выкладываю видео. И не так, как мне хотелось бы. Но ничего не поделаешь. Ну вот елочку вам тогда тоже покажу. Вот такие вот у нас дела. Такие у меня занятия. Да, сосед тут у нас развел грязюку страшную. Ну ничего. Что же делать? Человек строится. Так, еще что? А у нас еще, знаете что? Планы у меня сочинили. Вот сюда, за сарай. Мы решили никаких гаражей строить не будем. Вот здесь за сарай. Вот за территорией, да. Посадить еще кустарники. И у меня там растет девичий виноград. И он будет красиво облетать. И сарай, и забор. И, наверное, возможно, пойдет вот на этот столб. И будет здорово. Ну вот, снег укрыл. Безобразие укрыл плохо. И уже тает. Ну, так получилось. Ну ничего, там году у нас, видите. С безобразиями-то. Вот, смотрите, я обрезала клематис. Они у меня зимуют вот так. Но я так не оставляю. Я накрываю строительным ведром. Вот сейчас принесу ведро. Ну, после того, как с розами разберусь. И накрою и этот клематис. И вот этот. Это специально, чтобы зимой снег убирать, чтобы не повредить их. Еще. Эти клематисы у меня вот так вот пригороженные останутся. Ничем я их укрывать не буду. Видите, я их тоже здесь обрезала. Вот они. Вот. И они так и останутся здесь. Шпильки, возможно, и выдернули. Они мне для роз понадобятся. И они так здесь будут зимовать. Потому что здесь их никто не тронет. Когда с дорожки чистится снег, сюда набрасывается. Все нормально. Эти розы я стричь, облагораживаю. Видите, как заросли сильно. Буду уже весной. Вон они у меня и до сих пор в цветах стоят. Видите. Время уже к декабрю. К Новому году люди готовятся. А у меня цветочки. Ну вот. Так сейчас выглядит мой сад. Еще пока не уныло. Еще пока что-то есть тут. Ну, скоро начнется черно-белое кино. И очень хотелось бы, чтобы, знаете, чтобы был хороший нынче снег. Ну вот как-то очень хочется снега. Чистоты. Было очень красиво, когда снег-то выпал. Ну, он почти весь уже и растаял. Ну все, пойду подготовлю вот ту розу. И буду быстренько сейчас обрежу листья. Буду звать мужа, будем пришпиливать. И когда пришпилю, сниму еще одно видео уже с пришпиленными розами. А пока всего доброго. Делайте шпильки. И не переживайте, если вы еще не успели укрыть свои розы. Посмотрите теплую плюсовую погоду. И вперед на дачу укрывать. Всего доброго вам. С вами была Марина.